Весенние полевые работы начались с проблем. Губернаторам уже давно следовало определить четкий, детальный, насколько это возможно, план действий по проведению этой самой посевной кампании. От вывоза органики на поля и до завершения всех полевых работ провалом в этом году быть не должно. И хватит все свои просчеты списывать на погоду. Вообще-то на нынешнюю погоду трудно что-то списать. И вообще у нас достаточно сил и средств для того, чтобы посеять в любую погоду. Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами. И еще раз хочу подчеркнуть, у нас как-то выпадает всегда правительство из каких-то компаний. Как бы там ни было, посевная кампания, уборочная, это мобилизация средств. Если в промышленности и других отраслях под крышей люди работают в любую погоду, то сельское хозяйство – это очень серьезная отрасль. Поэтому, Сергей Николаевич, давайте запрягайтесь, снимите вопросы удобрений, что касается техники там и так далее, если это нужно, хотя ее хватает особенно посевную, и финансирование. Но больше всего меня беспокоит и настораживает то, что местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка. Я хочу, чтобы губернаторы и вся вертикаль власти сделали соответствующие выводы из событий Могилевской области и других регионов. Регионы из рук вон плохо подготовлены к этой кампании. Видите ли, весна рано пришла, не раскачались. Как докладывают Генеральная прокуратура и МВД, перед началом посевных работ, 503 единицы техники находились в нерабочем состоянии и не подлежат восстановлению. Ну, дай бог, чтобы только 503. Полторы тысячи единиц не прошли техосмотр. Ну, дай бог, чтобы это только единственная наша беда, что они просто не прошли техосмотр. Более трех тысяч машин и агрегатов списаны, до сих пор не сданы на металлолом и валяются, как это было недавно в Могилевской области, где попало. В некоторых хозяйствах в период основных работ тракторов и комбайнов под забором не меньше, чем в поле. Как это выглядит в жизни, вы тоже видели в Купаловском. И как хранится дорогущая техника, вы тоже видели. Ведь тысячу раз было сказано, импортная, дорогостоящая техника не должна быть в хозяйстве, где вообще не умеют сеять и убирать. Зачем вы ее туда отдаете? Отдельное внимание к соблюдению регламентов и нормативов. Я уже не единожды каждый день говорю Талдычу о безусловном соблюдении технологий. Это касается всех сфер и отраслей, особенно сельского хозяйства. Какой результат вы планируете получить, если под Яровой сев минеральных удобрений накоплена только половина от потребности? А в Витебской и Могилевской областях, где у нас земледение на высочайшем уровне, аж четверть. Каждый год проблема с заготовкой кормов, условиями их закладки и хранения. В 2018 году ни одна область не справилась с выполнением поручения по заготовке полуторагодичного запаса травяных кормов. В результате в отдельных районах их начинают завозить из других регионов уже к концу ноября. У меня должны быть на столе эти хозяйства. Мы об этом договаривались по осени. Вот эти все перевозки, эта вся логистика, это затраты. Отсюда нехватка денег на текущие нужды. В итоге нынешнее финансовое положение ряда организаций не позволяет повысить привлекательность сельхозтруда, который остается одним из самых низкооплачиваемых. И кто, скажите, туда пойдет работать на такую заработную плату? Должна быть жесточайшая диктатура технологий, производственной дисциплины. Об этом мы говорим чуть ли не на каждом совещании. Но, как вы, я думаю, почувствовали, никто никого уговаривать больше не будет. Бесхозяйственность ваша нетерпима.